Правильно выбрать свет для дома очень важно, как для здоровья, так и для настроения. Продумать место освещения нужно заранее. Учитывайте расположение светильника в зоне работы и отдыха. Помните, что на один квадратный метр нужно примерно 20 ватт освещения. Также имеет значение размера помещения, условий монтажа и даже вес люстры. Ну и конечно, светильник должен вам нравиться. У каждого типа света свое назначение. Общее освещение позволяет выполнить работу, которая не требует повышенной точности. Чтобы получить такое освещение, выбирайте потолочные светильники и люстры или их сочетание с настенами бра. Если требуется выполнение задач, для которых нужна особая точность, вам понадобится рабочее освещение, направленный и яркий свет. Для создания такого света можно купить настольную лампу, либо встроенные точечные светильники. Однако, направленное освещение само по себе агрессивно. Лучше использовать комбинированный типа света. Подсветка может создать определенное настроение, концентрируя внимание на каких-нибудь деталях интерьера. Важно, чтобы подсветка была в несколько раз ярче основного освещения и выделяла то, на что направлено. Но вододизайн играет ведущую роль, так это в декоративном освещении. Такие светильники больше украшают ваш дом, чем освещают его. Общие рекомендации по освещению. Прихожие, как и спальню, принято освещать чуть приглушенно, чтобы создать эффект уюта в помещении. В гостинок распространен фоновый свет, а вот в ванных комнатах используют светильники с защитой от влаги. Можно создавать удивительные эффекты, зная маленькие хитрости светильников. Если вы хотите зрительно поднять высоту потолка, используйте люстры с поднятым верхом плафонами. Если знать возможности источников освещения, в вашем доме будет красивый и безопасный свет. Обе сделаем вместе!